Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня я бы хотел рассказать о такой замечательной игрушке, как Shadow. Это классический платформер Bitemap с элементами классического мордобоя, спецэффектами и прекрасно рисованной графикой. Игра ушла в 1994 году, выпущена она по лицензии компании Universal Pictures, разработчик компании Ocean. Классические комиксы персонажа Тень выходили в 30-40-х годах прошлого века в Америке. Дело в том, что Алик Болдуин, американский актер, известен достаточно, играл главную роль в этом фильме. Фильм вышел в 1994 году. Менее чем через 5-6 месяцев вышла игра. Игра, к сожалению, официально не поступила в продажу по каким-то причинам. Ее не удалось выпустить на лицензионном картридже. Существует три версии подобных игр. Ревизия 1996 года, 1998 и 2000 годов. Отличие в том, что коробки с играми различаются персонажами, орнаментом, кадрами из игры и прочее. Сейчас я вам продемонстрирую картридж, как выглядит ревизия 1998 года. Это обычный классический картридж Super Nintendo с не очень качественной пластмассой, потому что это не лицензионный картридж, а классическая плата. Наклейка с заставкой промежуточной между уровнями, которая показывает баллы по счету очков после прохождения каждого уровня. Игра имеет ассоциацию с фильмом. Есть локации знаменитые, которые можно проходить по мере прохождения игры. Это и музей, в котором прибыл в Нью-Йорк 1938 года легендарный Чингисхан. Это и отель Monolith, в котором происходит финальная битва между Чингисханом и героем тень Алика Болдуина. Замечательная игрушка с потрясающей графикой, с замечательными эффектами, музыкой, составляющей. И получите полное обалденное удовольствие от этой игрушки. Также в игрушке присутствует один гоночный уровень, который происходит по Нью-Йоркскому мосту в антураже 30-х годов американских, так сказать, штатовских фонов. Игра достаточно динамична, у нее есть достаточно высокий уровень сложности, но ее вполне можно пройти при определенном усилии и, так сказать, понимании игровой ситуации. Советую вам приобрести эту игру. Она достаточно редкая, редко появляется в продаже, да, то есть на ebay она тоже редко бывает. Но, тем не менее, можно ее купить. Репродукция этой игры выходит до сих пор, хотя и не в больших количествах. Так что советую вам поиграть, и все у вас будет в жизни хорошо. Итак, уважаемые любители Super Nintendo, мы начинаем обзор супер-крутой игры Shadow Universal Pixels 1994 года. Небольшая заставочка. Если, как вы помните, в фильме Shadow герой Алика Болдуина общался со своими связными агентами в Нью-Йорке с помощью специальной небольшой портативной телевизионной камеры. Собственно, от своих связных он получал задания, куда надо было ехать, что выполнять и прочее. Итак, первый эпизод уровень Times Square. Да, в этой игре Алик Болдуин не ходит в костюме и не выглядит как Нью-Йоркский Дэнди. Здесь он чисто представлен в лобду главного киногероя комиксов. Черный плащ, шляпа, красный шарф. Другие есть всякие фишки, примочки, ускорения, движения. Единственное, что в этой игрушке немножко разочаровывает, это то, что персонажи повторяются. Очень много всяких подкачанных маячков. Поначалу, пока не менее. Также можно сделать эпизод, такой момент спецэффект невидимости, когда шедоу противники не видят. Удается лишь на какое-то время. А вот уже и потомки Чингисхана появились. Каким еще приятным отличием эту игру можно назвать? То, что здесь есть момент стрельбы из пистолета. Почему-то главный герой игры, но в том числе и в фильме, так громко смеялся. В самой игре он так не смеется, а смеется только на начальной заставке. Стандартную надпись Go увидим английскую, которая используется во многих играх 90-х годов. Антураж в стиле 30-х годов. Мы видим почтовые ящики mail, которые можно разбивать. Под ними лежат всякие призики, небольшие призы. Супер удар, супер магия, супер эффект. Вот Чингисхан получил по... Потомок Чингисхана, точнее, получил по кумпову. Снимаем мы все без монтажа. Так что за первые, так сказать, качества видеороликов нас не ругайте. Все еще, так сказать, в процессе. Но где есть еще приятный момент, когда можно стрелять из пистолетов, а также подбирать всякие различные холережущие предметы. Типа металлической арматуры или какого-нибудь плеча. К примеру, есть эпизод в игре с музеем, как в фильме, который делится на подуровни. Сначала вы будете ходить по музейному складу, потом вы попадаете в галерее самого музея, точнее. И там можете, собственно говоря, увидеть приспешников, так сказать, потомков Чингисхана. Вот опять морячки подкачанные в кадре. Непонятно, откуда они в этой игре взялись. Такое ощущение, что у них просто заболел капитан, и у них досрочный отпуск случился. Их просто погнали в эту игру. И они тут тупо сражаются с героем Алика Ла Болдуэна. Шэдоу. Тень. А вот два мужичка, два гангстера новоявленных, два пистолета Кольта Уравнителя, которые, собственно, наказывают главных негодяев. И все в таком духе, и т.д. и т.п. Вот, собственно, мы завершили первый уровень. И переносимся на второй. Как вы видите, пробитая стена, как бы получается, как продолжение уровня. Есть моменты в игре, когда вас подводит красное такси. Человек, который работал на тень, и был его личным таксистом-шофером в городе Нью-Йорк. Такие эпизоды в игрушке тоже присутствуют. Отдельно еще стоит отметить гоночный уровень. Он представляет из себя классическую гонку. Старинный мотоцикл с люлькой, на которой стоит пулемет, с помощью которого можно отстреливаться от приспешников потомков Чиргисхана. Что, в общем-то, в игре выглядит достаточно интересно. К сожалению, мы не сможем весь гейплей вам показать. Поэтому все вы сможете посмотреть в Ютубе. У кого руки растут из того места, из которого надо, они могут наибрать английское название игрушки «Снайс пробел шэдл» и посмотреть полную версию. К слову сказать, я почти прошел всю игру, но ближе к концу игры... А, да, кстати, к концу игры еще повторяется персонаж. То есть, прежде чем убить Чиргисхана, нужно еще будет убить нескольких, так сказать, небольших боссов, которые будут встречаться на протяжении всей игры. То есть они почему-то в конце игрушки повторяются. Но эту игру ничуть не портит, потому что локации достаточно разнообразны, персонажи достаточно хорошо прорисованы. Звуковое оформление в игре достаточно интересное, но игрушка достаточно мрачная. Очень сильно напоминает чем-то игру «Бэтмен Ретурс» на Супернет-РНД. Только господин Бэтмен выглядит там гораздо более внушительно, чем «Шэдл». Почему? Потому что он более подкачанный такой, с бицепсами. Такой более грутальный мужчина. Но «Шэдл» тоже достаточно круто смотрится в этой игрушке. Как вы видите, эффекты дождя идут. Мы обдакуем этих подлецов и негодяев. Собственно, двигаемся вперед. На этом, пожалуй, мы закончим обзор наш небольшой и кратковременный и перейдем к геймплею других игр. ТЕКТОР 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 ce